В столицу прошло совещание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества о фокусе внимания вопроса подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в сентябре в городе Самарканде. Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Рабочий день глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества, прибывших для участия в совещании в Ташкенте, начался с традиционного возложения цветов к монументу о достойкости в мемориальном комплексе Парк Победы, возведенном по инициативе президента Узбекистана. Продолжение следует... Символический монумент посвящен героической стойкости женщины Востока, овдовевшая мать, в годы Второй мировой войны отправившая на фронт всех своих пятерых сыновей, которые так и не вернулись с полей сражений. И все-таки нашла в себе силы, чтобы жить дальше и растить внуков. Гостей впечатлило посещение музея Шон Шараф, экспозиция которого пополняется благодаря взаимодействию с сотрудниками музеев ряда государств. Уникальное место, пронизанное эпохой того времени, редкие фотографии, архивные материалы по крупицам, собранные от населения Узбекистана. Все это в сочетании с композиционной задумкой и музыкальным, и видеосопровождением заставляет в очередной раз задуматься о главной ценности мира и стабильности. Сразу после этого, уже за столом переговоров, прошло обсуждение повестки дня. Участникам зачитывается послание Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Узбекистан. За последние годы формат совещаний министров обороны доказал свою востребованность, став эффективной площадкой для укрепления партнерства и принятия совместных решений в целях обеспечения военной безопасности на пространстве и внешних границах ШОС. Сегодня это особенно актуально в силу того, что нынешняя непростая обстановка в мире характеризуется нестабильностью, усиливаются традиционные угрозы международной и региональной безопасности, формируются новые долгосрочные очаги напряженности и все труднее прогнозировать дальнейшее развитие событий. В сложившихся условиях значительно возрастает важность практического взаимодействия наших оборонных ведомств и выработки действенных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности Шанхайской Организации Сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения международной и региональной безопасности. Встреча в очередной раз демонстрирует единую позицию и нацеленность стран на совместные действия по обеспечению стабильности и прочного мира. Безопасность в регионе во многом будет зависеть от согласованных действий, подчеркивает в своей ступительной речи министр обороны Узбекистана Бахадыр Курбанов. Образование и развитие ШОС внесло и продолжает носить важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в нашем обширном регионе. В этой связи нам необходимо и далее углублять взаимодействие по совместному противодействию негативным тенденциям и угрозам безопасности. На совещании обсуждались также перспективы военно-технического сотрудничества. Пути консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы. Определены дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Отмечен высокий уровень взаимопонимания между государствами, членами организации. По итогам совещания министров обороны государств, членов санхайской организации сотрудничества, было подписано совместное коммунике, в котором борьба с терроризмом и экстремизмом определена важным приоритетом. Документ предусматривает достаточно большой объем мероприятий, включающих в себя совместные тренировки и учения. Днем ранее состоялись встречи министра обороны Узбекистана с коллегами из Казахстана и Индии, на которых стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной безопасности, аспектам текущего состояния и перспектив развития двустороннего взаимодействия. В Бледовом дворце Хумуарена столицы была организована культурная программа мероприятия – галоконцерт международного фестиваля «Труба мира» с участием всех военных оркестров стран-участниц ШОС. Фестиваль проходил под эгидой встречи министров обороны. Все эти дни жители и гости столицы знакомились с мировой классикой – эстрадной джазовой музыкой, обогащенной уникальным репертуаром в исполнении очаровательных набор, воспевающих патриотизм, отвагу и мужество и показательным дефиле военного репертуара. Очередное совещание министров обороны государств-членов ШОС пройдет в 2023 году в Республике Индия.